Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Полина Бахова. И сегодня мы находимся в настоящей керамической мастерской. И нас принимает в гостях Елена, мастер по керамике. Здравствуйте, Елена! Здравствуй, Полина! Я сегодня хочу рассказать тебе, как можно сделать из этого кусочка глины настоящую керамическую тарелку, которой дома можно прекрасно пользоваться и наслаждаться работой, которую вы сегодня сделаете. Я об этом мечтала, если честно, очень давно, поработать с глиной и узнать, как из нее вообще можно сделать вот такую вот красоту. Да, сейчас я вам покажу. Смотрите, я вам, в общем-то, даю сейчас глину. Ваша задача немножечко похлопать, нежно и любя, как я это говорю, этот комочек глины, чтобы он превратился в шарик ровный и круглый. Хорошо, расскажите, что это за глина? Вот где вот этот сам материал и его брать, правильно? Да-да-да, прям хлопаем, как будто бы мы хлопаем, делаем снежок сейчас. Глину я покупаю в керамическом магазине, в Москве их три-четыре, ну, в общем, их совсем немного. То есть это уже специальный материал готовый? Глина, да, то есть эту глину не купишь в обычном магазине, то есть там можно купить, но ее можно запечь просто в духовке, это будет просто декоративная работа. А из вот этой глины мы можем сделать работу, которая фактически будет вот такая вот красивая, функциональная, можно в микроволновку и посудомойку ее ставить, то есть это все-таки посерьезнее работа, нежели работать в духовке. Итак, вот я его отбила. Отлично, похлопали. Теперь наша задача, мы должны из этого кусочка шарика, из шарика сделать тарелку. Для этого нам необходимо воспользоваться чудо-скалкой. Все, смотрите, положите. Что делать? Теперь кусочек глины. То есть мы кладем глину, выровненный кусочек на ткань? На ткань, да, на ровную и на ровную поверхность. Здесь лежат специальные вот такие вот речки, это ограничитель толщины, чтобы у вас идеально, как неопытного человека, получилось рассказать ровный пласт, потому что, в принципе, это непростая задача, именно ровный, чтобы он был, потому что везде какие-то прогибы бывают. И смотрите, да, показывайте. Дальше вам нужно ладошкой нажать на глину, чтобы она чуть-чуть расплющилась. Насколько сильно? Ну, у вас сильно не получится, тарелка не выйдет у нас. Ну да, вот, отлично. Прям все, все отлично. Теперь, в общем-то, скалка, и никакой магии сейчас не произойдет, нам нужно просто аккуратненько раскатывать этот пласт. Сильно не давим. Пробуйте. Пока в одном направлении, правильно? Да, сейчас чуть-чуть вы покатаете. Теперь поднимаете скалку, мы чуть-чуть ее повернем, потому что если мы будем дальше раскатывать, то у нас будет длинная такая тарелка. Теперь я поворачиваю, и вы сейчас продолжаете опять раскатывать. Мы раскатываем до какого размера? Мы, как у нас получится, главное, что мы должны дойти до вот этих рейк, то есть это толщина. Вот когда мы дойдем до них, не важно, что у нас там получится, главное, чтобы она была максимально гладкая и ровная. Вот надо же, тесто раскатывали, но это гораздо сложнее. Это да, это не так легко, как может показаться. Почему-то она неровная у меня получается. Ой, еще не страшно, вы еще не дошли до этих рейк. Можно еще поворачивать, да. Палочки мы обязательно должны положить вот так вот. Елена, расскажите немного о себе, откуда у вас столько знаний и такое необычное дело, ремесло в вашей жизни, откуда оно пришло? Ну, пришло оно ко мне внезапно. На самом деле я не так давно занимаюсь керамикой, 4 года. Это вот процесс этот постоянно обучаемый, то есть постоянно нужно где-то учиться. Я также прохожу на мастер-классы, так же, как и вы, только на более серьезные. То есть пытаюсь сделать уже более сложные работы, чтобы постоянно развиваться. То есть здесь потолка, ну, до потолка еще очень далеко, и можно работать и работать, и усовершенствовать свои уже накопленные знания. Ну, а где вы впервые увидели, попробовали? Ну, сначала я села за гончарный круг, и поняла, что это что-то нереальное, и очень крутое какое-то ощущение у меня было после того, как я позанималась. То есть, по сути, я 2 часа провела в каком-то совершенно другой параллельности. Это было для меня как-то так. И как-то потом меня захватило мир, да, керамики, мир инстаграма. Меня добавил еще перца, мои желания. Вот, и, в общем, как-то так получилось, что теперь у меня есть мастерская, где происходит все волшебство и магия. Да, у вас тут правда волшебно. А ничего, что она мне квадратная получается? Лишнее отрежем, пока катаем. Можно, да? Да, 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 да. У нас всегда есть нож. Так, прям еще сильнее. Вот, я прямо вижу, уже чувствую палочки. Да, вот, это хорошо. Но еще чуть-чуть можно катать, можно прям всем весом. Не бойтесь, вы никого и ничего не сломаете. Так, да. А теперь прям сильно-сильно можно давить. Вот, прям со всей силы. Вот, но она все равно растет немножечко, поэтому можно продолжать. Ага. Так, давайте я сейчас катану разочеку. Давайте. И, в общем-то, на это можно закончить. Угу. Так. Палочки мы перемещаем. Да. Смотрите, видите, еще не до конца. Да, то есть мы прям... Вот что значит? Да, опыт. Опыт. Вот. И вот теперь мы раскатали идеальный пласт, в общем-то. Оп. Теперь раскатали. Видите, какая большая? Да. У нас был маленький комок глины, и получилась такая немаленькая тарелка. Угу. Так, смотрите, основное такое самое сложное мы сделали. Вот, у нас есть заготовка под нашу будущую тарелку. У нас мы можем оставить ее в такой свободной форме, как у нас получилось. Также мы можем ее отрезать, она может быть круглая, как вы хотите. А мы можем даже, наверное, поднять, края. Бортики будут потом, пока у нас форма. Какая вот она будет. Ну, давайте мы оставим ее естественно. Да, отлично. Смотрите, сейчас мы... Это у нас донышко нашей тарелки. Сейчас мы поставим штампик. У нас есть такой специальный штампик, чтобы вы знали, где вы сделали тарелочку. Можете сами поставить аккуратненько в серединку. Это будет как бы низ, да? Да, это донышко. Сейчас мы перевернем. Не сильно, да? Так, дарите. Вот, есть? Ну, окей, подойдет. Так, теперь у нас этот задник нашей тарелки. Дальше нам понадобится сделать, как я это называю, перевернутый бутерброд. Так, мы сейчас положим тряпочку. Так, ну что ж, мы сделаем сейчас перевернутый бутерброд. То есть, ваша задача руку положить туда, вторую сюда. И переворачиваем. Я боюсь. В ту сторону, не бойтесь. Все, положили на стол. Я просто знаю, что глина очень нежная материна. Да, и малейшее касание. Именно поэтому мы делаем именно две доски, зажимаем между собой. То есть, глина вообще не поняла, что здесь произошло. Мы сейчас снимаем досочку. И аккуратненько снимаете тряпочку. У нас тут небольшая фактура получилась. Ее нам сейчас нужно будет обязательно убрать. У нас есть волшебный сгрибок. Мы берем и вот так вот аккуратненько все выглаживаем, чтобы у нас не было видно фактура. И максимально заглаживаем вот эти вот неровности. Потому что все, что будет не очень хорошего качества, мы будем резать. То есть, к себе мы просто гладим. Да, и прям придавливаем. Только придавливаем чуть-чуть. То есть, мы выглаживаем, чтобы она была максимально ровная. Отлично. Чтобы не было вот этой шероховатости. Потому что это будет у нас внутренняя часть тарелки. Да, это уже все лицо нашей тарелки. То есть, мы заглаживаем, потому что вот эти вещи мы будем отрезать. А. То есть, максимально, что сможете, мы не будем трогать с ней ничего. Очень приятное ощущение такой вязкости. Еще? Да, еще чуть-чуть. Давайте вы подправите, как надо. Теперь, смотрите, мы чуть-чуть ее подрежем. Я вам нарисую, а вы потом сами подрежьте. Хорошо. А форму оставляем такую, мы ее не трогаем, да? То есть, мы убираем вот эти вот края, да? Ну, вот такие не очень удачные, и то не все, можно какие-то оставить. Вот эту мы оставим, вот эту я подрезала бы. Все, и вот режем, вот стек, режем. И как, прям надавливая, да? Ну, да, она мягкая, тут не сложно. Все, можете тут придерживать, чтобы она никуда не шла. Угу. И вот это мы убираем. Угу. Да, наверное, ничего страшного. Уехала. Не критично. Тут нужно обладать навыками какими-то художественными, мне кажется. Ну, пока еще рано сейчас. Следующий этаж. Даже рисовать эту линию. Так, смотрите, оп, убираем лишнюю глину. Угу. Так, забираю степ. Мы чуть-чуть пальчиком, можете просто подгладить вот эти края, чтобы они были аккуратненькие, да. Потому что потом мы все равно с ними еще поработаем. Угу. Угу. Так. Так, теперь смотрите, это заготовка нашей тарелки. Сейчас мы будем ее декорировать. А так как еще лето, есть много листочков. Я вот сегодня была в лесу и набрала. Еще есть зелень? Я думаю, уже нет. Нет. Еще есть. Все пока что доступно. Смотрите, нам сейчас нужно создать композицию на этой тарелке. Единственное, сантиметр наборчик уходит. Постарайтесь туда не выкладывать какую-то композицию. Смотрите, мы листочка берем именно на фактурную сторону и просто пока выкладываем, накидываем, то есть не придавливаем. Сначала просто составляем красоту, которая нам нравится. Мне вот папоротник очень нравится. Вообще, можно все убрать и оставить только папоротник. Очень он красивый. Вот. Тут есть несколько вариантов. Да, можно. Но они, он большой. Вот маленький вообще поместится. Давайте вот этот. Да, посмотрите, тут много папоротников. Даже есть цветочек. Можно тоже? Конечно. Главное, чтобы не было слишком много и слишком мало. Мало, да? Да. То есть тут баланс нужен. Здесь у нас не очень большая поверхность, да? Ну да, тут как бы выбираем из того, что есть, и листочки, те, которые нам нравятся. Ну а теперь мы сделали композицию. Также у нас есть еще такая возможность, можно написать текст. Есть русские, английские буквы. То есть нужно понять, это будет большая надпись, либо там из нескольких букв букв. Давайте сделаем логотип нашей передачи, нашего канала ОТВ. Отлично. Смотрите, сначала тогда мы сейчас закатаем наше растение в глинку. А потом уже ставим, да. А форетик. Да, то есть если бы большая надпись, тогда нам нужно было бы переиграть. Так, опять нам понадобится волшебная скалка. Легкими движениями, аккуратненько. Нам нужно просто впечатать растение. Я чуть помогу, придерживаю. Так, ага. Совсем слегка, да? Ну, сейчас посмотрим. Так, есть. Давайте еще разочек, еще чуть-чуть. Вот. И прямо еще можно катануть. Чуть-чуть вот здесь в папоротник. То есть нам нужно просто это впечатать. По сути, это наш трафарет. Все, отлично. Да, все, скалку мы убираем. Так, давайте сейчас сначала мы сделаем бортики и потом уже надпись сделаем. У нас же тарелка будет? Тарелка, да. Отлично. Смотрите, мы бортики просто аккуратненько поднимаем саму глину. Мы ее не сдавливаем, а просто поднимаем такие бортики, которые нам нужны и которые нам нравятся. Аккуратненько. Просто поднимаем, да? Да, дождь подвигаем. Они не выпрямляются, так остаются. Ну, да, глина достаточно такого в хорошем состоянии. Ее подняла, и она, в общем-то, держит свою форму. Прям аккуратненько. Главное, локти чуть-чуть отпечатываться. Да, это не наши друзья. Прям совсем, да, чуть-чуть просто поднимаем. Да, поднимаем так, как нам нравится. Так, все, теперь мы можем так аккуратненько тряпочку снимаем. Смотрите, у нас есть губка. Мы ее вот так намочили, отжали до последней капли. И еще чуть-чуть можно пройти и загладить края, чтобы они были очень аккуратненькие и красивые. Почему губка с водой? Ну, если губка сухая, она просто не будет скользить. Мы просто скользим сейчас по глине, чтобы были движения. И заодно мы заглаживаем края нашей тарелки, чтобы они были такие красивые. Мои ногти не загладить уже? Ну, у меня есть руки без ногтей, поэтому я всегда всем помогаю. Ну и также губка помогает всегда. Так, все, вам все нравится? Мне очень. Так, отлично. Теперь мы берем наши буквы, которые нам подходят. Буковки просто, штампики сюда пока ставьте. Вот я вижу это О, Т и буква В. Где-то должна быть точная. Вот она. Так, ну и теперь нам нужно придумать, где будет. Я думаю, что вот здесь. Смотрите, мы ставим, ну, можно ровно, можно так немножечко в разбежку. Давайте. Пальчиком и вот так надавливаем. Придержим одной рукой, держим, второй давим. Посильнее, так, посильнее давите прям. Я сейчас сделаю, вы за мной потом поправите. Я думаю, у вас получится. Еще посильнее чуть-чуть. Только придерживаем пальчиком. Чтобы не упала? Да, она может соскочить и будет дырка. Все, снимаем буквы. Так, ну что, вот у нас шедевральная тарелка получилась. В общем, по лепке мы закончили. Теперь нам необходимо будет разукрасить нашу тарелку выбранным цветом. В общем-то, вы можете взять один цвет и просто мы закрашиваем всю тарелку. Красить мы будем специальными красками по глине. То есть, ими нельзя, это не акрил, не масло, потому что у нас будет обжиг достаточно высокий. И нам нужны специальные краски, которыми можно пользоваться для таких тарелок. И мы наносим краски перед обжигом. Да, мы эту именно краску можно покрасить на сырую. И именно поэтому мы можем ее использовать в мастер-классе за раз мы можем сделать эту работу. А листики убираем? А листики уберем в конце. Смотрите, листики – это наш трафарет. То есть, мы его потом снимем. По сути, у нас будет цвет. Вот этот цвет глины, а вот этот у вас получится очень аккуратный, красивый трафарет. То есть, задача, в общем-то, наша достаточно простая. Смотрите, у нас есть вот ваза. Здесь, в общем-то, весь перечень цветов, которыми вы можете воспользоваться. Может быть, любой. Так что, вы выбирайте. Ну, так как у нас цвета примерно вот такие и зеленые на канале, нужно что-то из этого выбрать. Желтый-зеленый. Что здесь будет смотреться? Желтый-зеленый можно как-то чуть-чуть зелененьким, с другой стороны желтеньким. Так, смотрите, я предлагаю вот этот желтый и вот этот зеленый. Давайте. Окей. Есть зеленый. Есть желтый. Нужно как-то разводить его. Ну, в принципе, это готовые краски. Разбавляются они водой, то есть, их можно и детям спокойно давать. То есть, они не опасные, не токсичные. Это не химия. Так, чуть побольше кисточку, наверное, вам дам. Смотрите, это желтый. Он не выглядит как желтый. Да, цвета немножечко не такие, какие будут после обжига. Могу вам показать синий. Они меняются. Ну, да, синий совсем не такой. Он фиолетовый. Не все мне верят, но иногда я заставляю красить синим фиолетовым. Вот. Смотрите, это ангоп. По сути, мы красим достаточно плотно. Нам нужно хорошо нанести цвет. То есть, тонко, если вы покрасите, при обжиге съедает цвет, и он будет не такой насыщенный, а такой яркий. Где у нас будет желтый? Давайте по краям. По краям желтый, в серединке зеленый. Так, давайте до серединки начнем. Так, в итоге у нас есть желтый, который мы будем в канте красить, и зелененький, который будем красить все в серединке. Так, я сейчас чуть-чуть разбавлю водичкой. Смотрите. Очень такими аккуратными движениями, главное, кончиком кисточки мы прям вот так вот красим по растению. Закрашиваем. Да. Листочек вот этот можно красить вот тут, с краешку, потому что, ну, все равно мы это снимем. Мы аккуратненько кончиком кисточки красим. Нам нужно такой плотный, хороший цвет нанести. Да. Кончиком, чтобы не поцарапать, наверное. Чтобы не снять слой глины и не перемешать еще глиной. И краску, да? И краску, да. И опять же, ангок, вот которым вы сейчас красите, он, это и есть сама глина, просто с добавлением цветного пигмента. Ничего себе. Да, то есть вы по глине красите глиной. Наверное, есть смысл немножечко рассказать про общую технологию, вообще, что ждет вашу будущую тарелку. Да, конечно, это очень интересно. Смотрите, тарелка должна высохнуть естественным путем, по времени это 3-4 дня. От влажности, от многих других факторов зависит. То есть она должна сама по себе, во-первых, высохнуть. Да, она сама по себе сохнет. После того, как она высохла, она отправляется в муфельную печь на первый обжиг, утильный называется, температура 900 градусов. То есть это первый обжиг. Это специальная печь для керамбина? Специальная муфельная печь, это в духовке не запечешь, там просто нет такой температуры. Далее, после первого обжига, она должна отправиться на второй обжиг. Мы покрываем его специальной глазурью, то есть, по сути, покрываем стеклом. Вот она такая блестящая, это тоже стекло, которое у нас в окне, просто тонким слоем, в порошковом состоянии она. Да, и при температуре максимальной 1150 градусов она становится яркой, цвет ангобы, соответственно, становится тоже более яркий. Это, в общем-то, та же самая краска, которую вы сейчас красите. Она изменяется. Да, она будет более яркая, более насыщенная. И после этого уже получается такое вот функциональное изделие. И еще, наверное, можно вторым слоем начать красить. Еще, да? Там сверху, да-да-да-да-да. Так много. Ну, смотрите, вот видите, проплешины, цвет глины видно, вот этого вообще не должно быть. Не должно быть, да. То есть, это будет непрокрашенная работа. Угу. Вот. Далее, я хотела еще добавить, что изделие, по факту, немножечко уменьшится. То есть, при сушке влага испарится, размер изделия будет меньше, потом при первом обжиге и при втором. То есть, примерно 10% усадки. То есть, вот вы делаете сейчас достаточно большую работу, а на выходе будет чуть меньше. На 10%. Елена, а вы сами что больше любите делать? Посуду или сувениры? Или украшения? Ну, украшения это слишком мелко. Я не очень люблю мелкую работу. Мне как-то покрупнее и хочется вообще какие-то вазы, что ли, делать. Что-то такое посерьезнее. Вот. Но и посуду, в общем-то, я тоже делаю. Достаточно? Да. Можно пока отложить в сторону зеленый ангоп. Я вам даю сейчас желтенький. Красим по франтик. И вот это тоже все можно закрашивать. Да, я тоже хочу. Принцип тот же самый. Мы также закрашиваем плотненько. Не жалеем цвета, потому что это важно. Вот, да. Вот это отлично идет. Ничего, что они сейчас соединятся? Нормально. Это будет. Не растекается? Не растекается? С ней, в общем-то, вот где она, как она будет, так она и останется на тарелке. Тут с ней невозможно каких-то, да. Ничего не происходит. Так. Да, давайте чуть-чуть повернем, чтобы было удобнее. И еще, наверное, можно добавить про память глины. Она, то есть, если мы сделали пласт и вот чуть-чуть его пошевелили, большая вероятность того, что при сушке изделия деформируются. Вот, поэтому мы переворачивали так между досочками, чтобы глина не заметила, что с ней что-то произошло. Она в том же положении, как была, так и осталась. Все. Так, вот сюда. То есть, глина, такой материал очень пластичный. Да, на самом деле, глина это и пластичный, и у нее есть память глина. Это также как работа с цветами, работа с тестом. Что-то живое. Очень живое. Она очень восприимчивая. От настроения человека очень много зависит. Ничего себе. А, да, то есть, ну, тесто иногда же не получается. Да, иногда не получается. Не знаю. Вот, здесь то же самое. Иногда что-то не получается. Такое бывает. Все не идеально, мы не идеальны. И всякое бывает настроение. Здесь можно чуть-чуть вот так хаос сделать, чтобы они немножечко перемешались. Это как? Покажите. Ну, это как-то вот сейчас я только что придумала, вот чтобы они не были такие вот... А, мазкани. Да. Чтобы небольшой переходик все-таки получился. Угу. Да. Еще, если очень хочется, можно сделать волшебные брызги. Я это называю. Это такая, если хотите. Этими же желтыми? Нет. Ну, можно желтым, можно черным сделать. Потому что, смотрите, черный цвет будет... Ну, белый, кстати, тоже хорошо смотрится. То есть, у вас будет черным цветом выделена вся фактура, листочка. Вот здесь белый цвет. Как хотите. Можно не делать. Давайте пока оставим. Оставим как есть. Тогда давайте чуть-чуть вот здесь еще подправлю. В общем-то, тарелку мы практически сделали. У нас осталось небольшое важное дело. Снять всю нашу растительность, которую мы будем. Вот именно об этом я сейчас стою и думаю. Как же это делать? Очень просто. Чтобы не повредить ничего. Ничего мы не повредим, у нас все будет прекрасно. Тогда давайте снимать. Так, для этого нам понадобится волшебный инструмент. Вот, стек. Смотрите, я сейчас поддену, а вы аккуратненько пальчиком будете снимать. Да, это важный момент. Обычно я его делаю сама, потому что можно сделать дырку. Оп, тянем. Аккуратненько. Прямо кверху, да? Да, да. Нам просто нужно снять. Снимаем. Ой, боже, какая красота. Все, вот рядышком можно положить. Так, у нас всего лишь два листочка. Нет, у нас цветочек. Ну, еще два еще. Так, сейчас мы найдем. То есть, вы находите, ну, где удобно подцепить. Где удобно подцепить. Да, и все, и снимаем. Так, сейчас у нас тут цветочек. Ага, наверное, снизу, да? Сейчас попробуем, да. Оп. Глубоко, да? Да, хорошо отпечатался. В общем-то, все. Все, да, тарелочка готова. Ну, как готова. Ваша работа закончилась на этом. Теперь ей предстоит обжиг в печи. Сушка. Сушка. Два обжига в печи. Как же они сушатся, если у нас солнца нет? Хватает нескольких дней. Да, ну, под пакетиком она спокойненько, не спеша, потихонечку сохнет. Итак, вот такая у нас замечательно получилась тарелочка, которой предстоит обжиг. Так, и она потом будет примерно вот такого плана. Такого формата, да. Такого формата будут листики, края. Ее можно использовать даже не только в качестве посуды, а я бы ее как украшение поставила. Нет, но этим нужно пользоваться и нужно пользоваться. Спасибо вам огромное за такой замечательный мастер-класс, за возможность поработать с удивительным живым материалом глины. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!